Вместо предисловия или о том, зачем вам эта книга? В безумно далеком от нас 1898 году отставной капитан и малоизвестный тогда автор по имени Морган Робинсон опубликовал роман «Тщетность или гибель Титана», который вполне можно было бы отнести к научной фантастике. В нем описывалось, как построенный в Ирландии огромный четырехтрубный с одной фальшивой трубой для симметрии пароход, названный Титаном, отправился в свое первое плавание к берегам Америки, столкнулся с айсбергом и утонул, унеся с собой на дно более тысячи человеческих жизней. Выход цвета романа остался практически никем не замеченным. Однако, когда в 1912 году произошла, пожалуй, самая известная морская катастрофа всех времен и народов – гибель Титаника, «Тщетность» подняли с полки, стряхнули пыль со страниц, и все были просто потрясены количеством совершенно невозможных совпадений в описании не только судьбы, но даже размеров Титана и Титаника. Вплоть до настоящего времени роман Моргана Робинсона считается величайшим предвидением и точнейшим предсказанием в истории человечества. А ведь их пророчеств и предсказаний было ох как много! Ибо человек всегда и везде стремился познать будущее, хотел выяснить, что именно ожидает его в туманном грядущем, дабы оказаться там и тогда во всеоружии и быть полностью готовым к тому, что случится. Не думаю, что вы, дорогой читатель, являетесь исключением из этого общего правила. И наверняка вы тоже хотели бы хоть одним глазком посмотреть завтра, чтобы убедиться, что оно будет лучше, чем вчера, или, по крайней мере, не хуже. А иначе как объяснить повальное увлечение составлением и изучением гороскопов, а также более серьезные и куда более дорогие попытки узнать о будущем у всяческих колдунов и гадалок? Так вот, ничего из этого вам на самом деле не нужно, я имею в виду гороскопы и экстрасенсорное вдение, потому что история вашего будущего давно уже написана. Вашим прошлым, а точнее тем, что с ним сделали вы, ваша жизнь и ваши родители, а также прочие значимые другие. И все в вашей жизни уже как бы предопределено, причем зачастую далеко не самым лучшим образом. А свобода, которая и поныне считается главным достижением демократии, для каждого из нас в отдельности, для ее общества в целом, абсолютно иллюзорна. Потому что ваша якобы свободная жизнь жестко и целенаправленно задается бессознательными по сути, а значит очень трудно изъяснилыми картами вашей реальности и программами вашей же жизнедеятельности, которые делают недоступным все, что не находится в их пределах. Эта книга об освобождении от диктата внутренней несвободы на фоне декларации свободы внешней. В соответствии с известной аксиомой, ни один человек не способен обрести вовне большей свободы, чем та, которой он обладает внутри. Избавление от предопределенности вашего будущего прошлым психотравматическим опытом, до сих пор заставляющим вас дуть на воду, единожды обжегшись на молоке. От тоскливой и ужасно неэкологичной заданности вашего грядущего, где курс точно ведет к опасности, морской термин, но свернуть нет ни сил, ни возможностей. От железной обусловленности всей вашей жизнедеятельности уже утвержденным сценарием, неосознанным жизненным планом, заведомо делающим вас неблагополучными. И даже от психогенетических проблем, так называемого синдрома предков, настойчивого повторения ограничений, неудач, поражений и глупостей, когда-то давным-давно совершенных вашими прародителями и прародственниками. Вместо введения или совсем немного необходимой теории и практики. Эх, как бы я мог разойтись здесь, если бы у меня было время и желание написать нечто неудобоваримо научное, что-то вроде классической монографии. Ибо тогда-то я обстоятельно, со вкусом, с чувством, с толком, с расстановкой описал бы сначала психоаналитические воззрения по поводу влияния ранних детских впечатлений, в основном травматических, на всю последующую жизнь человека. Потом с удовольствием потоптался бы на основных положениях трансактного анализа, особенно на теориях родительского программирования, сценарных процессов и личностных сценариев. Далее, со сдержанным благоговением, упомянул бы о трудах и мыслях отцов и матерей, основателей психогенетической психологии и психотерапии, вполне даже доказавших, что мы, увы, ну никак не свободны от синдрома предков наших прапрапрадедушек и прапрапрабабушек. Потом слегка критически, но, в общем-то, доброжелательно прошелся бы по нейролингвистическому программированию с его методами изменения личной истории и реимпрентирования. А завершил бы свой краткий страниц эдак на 200 теоретический обзор анализом базовых принципов теории практики семейных, системных и структурных расстановок, имеющих отношение к данной теме. После чего опубликовал бы сию книгу, скорее всего, за свой счет, раздал бы все экземпляры коллегам, друзьям и знакомым, а больше она, вероятно, никому не была бы нужна и стал бы с нетерпением ждать положительных отзывов и позитивных откликов, которые, увы, так и не последовали бы, потому как мой опус вряд ли бы кто-либо дочитал до конца. К счастью, я давно научился писать книги, которые читают и даже перечитывают, и потому здесь, так сказать, в слегка теоретическом предисловии, позволю себе начать с метафоры. Представьте себя, едущего по многополосной дороге под названием «Жизнь», причем за тем, что в этой самой жизни и является главным, за собственным счастьем и благополучием. Скорость вашего продвижения к этой столь желанной цели определяется совершенством автомобиля, на котором вы путешествуете. А вот количество обретаемого в пути благополучия от этого даже как-то и не зависит, потому что целиком и полностью задается полосой, по которой вы едете, и с которой, увы, не можете свернуть, хотя рядом видите бесчисленное множество других полос дороги жизни. Причем на некоторых из них, например, справа от вас, возможности для получения этого благополучия возрастают, ну прямо-таки, в геометрической прогрессии. Справедливости ради следует заметить, что слева все обстоит наоборот. Чем дальше от вас, тем хуже. Может быть, вы даже приходите в результате к простой, но воистину, судьбоносной истине, не той полосой вы едете по жизни, потому что, выбирая ее, руководствовались неверной картой. И надо бы переместиться на другую полосу или даже дорогу. Да вот беда, полосы эти отделены друг от друга непреодолимыми бетонными барьерами. И вам остаются только два варианта. Первый – съехать с дороги и вернуться обратно в тот самый момент, когда вы выбрали неверную полосу движения, и все перерешать и изменить, дабы найти иную гарантирующую благополучие дорогу жизни. И второй – ехать дальше, в надежде, что где-то там в будущем вам удастся перестроиться. Поменяв нынешнюю малообещающую полосу движения на что-то более приемлемое. Однако, при всем при том, вы отчетливо понимаете, что и для первого, и для второго варианта вам нужны другие карты. Прошлого, чтобы опять не свернуть куда не надо. И будущего, чтобы не пропустить стремительно открывшийся съезд к новым возможностям. Эти карты вам точно и срочно нужно заполучить взамен тех, которые у вас есть и которые уже завели вас не туда, в тупике жизни, принеся вам немало страданий. А теперь вернемся, так сказать, в реальность, где я объясню вышеописанное уже более научно с позиции так называемой «восточной версии нейропрограммирования» – ВВН. Представляющий один из четырех уровней вот уже 30 лет разрабатываемой мною новой области практической психологии интегрального нейропрограммирования человеческой жизни – ИНП. В основу этой уже официально признанной модальности психотерапии были положены следующие, ныне почти расхожие.